Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Ну что ж, к содержанию экономического календаря. Сегодня, как и ожидалось, нас ждет еще один насыщенный фундаментальными событиями день, потому что сегодня у нас традиционный для первой пятницы недели, первой недели каждого месяца отчет non-farm payrolls 15-30 по московскому времени. Это блок статистики динамика роста заработных плат, общее количество созданных новых рабочих мест вне сельскохозяйственном секторе и, конечно же, уровень безработицы. Параллельно, кстати, с нон-фармами выйдет статистика по состоянию канадского рынка труда. Напомню, друзья, то, что для канадского регулятора статистика по рынку труда является такой же определяющей, как и для Федрезерва в принятии решения относительно процентных ставок. Поэтому сегодня нас ожидает еще один волатильный день по канадскому доллару и я рассчитываю на очень мощное движение по индексу американской валюты и по золоту. Кстати говоря, в отношении золота по-прежнему актуальная цель до конца этой недели 1815-1825. Очень неплохо мы восстановились накануне и фактически вернулись к сопротивлению 1800 долларов за тройскую унцию. Это связано с реакцией трейдеров на снижение доходности американских облигаций и на то, что многие центральные банки, мы уже знаем постфактум заседания ФРС и Банка Англии, пока что не торопятся ужесточать политику в формате роста процентных ставок. Чем дольше будут оставаться на рынке такие условия, тем, соответственно, больше шансов на то, что трейдеров не будут расти. Без роста доходности американских облигаций золото сможет расцвести, друзья, и уйти на новые локальные максимумы. Мы давно золото ждем уже выше, значение, к которому привыкли несколько недель назад. И текущая динамика, стоит отметить, друзья, можете посмотреть дневной таймфрейм. Мы действительно топчемся на тех же самых уровнях, на которых были в июне, в июле, в августе, в сентябре. Вот эта вот медиана средней цены, она не меняется. Рынок золота зажат в размашистом диапазоне и нуждается в том, чтобы кто-то его вывел за пределы этого коридора. И поскольку ставка была ранее на покупки этого актива, конечно же, стоит ожидать на то, что золото все-таки сможет выбраться выше 1825 и продолжит уже мощное восходящее движение. В качестве позитивных факторов для рынка драгоценных металлов, прежде всего для золота, стоит отметить рыночное позиционирование. Индекс рыночных настроений Кайман сейчас сигнализирует о том, что отличные условия и возможности золото сейчас купить, потому что все его шортят. И хочу обратить ваше внимание еще на отчет американской комиссии по торговле товарными фьючерсами. Еженедельная статистика, я ее анализирую. И когда есть какие-то значительные цифры, о которых стоит поговорить, я это обязательно делаю. За последнюю неделю общий совокупный лонг по золоту по контракту, по их числу, увеличился на 20 тысяч. Причем рост продолжается, наблюдается уже пятую неделю подряд. Многие считают, что вот этот постепенный нарастающий лонг является следствием такого же постепенного входа в этот актив какого-то крупного фонда либо траста, который, чтобы не привлекать внимание, делает это по частям. И как только позиция будет сформирована в полном объеме, мы увидим мощное движение по золоту. Я считаю, друзья, что Non-Farm Perils это очень хороший катализатор для того, чтобы раскачать волатильность золота. И сегодня как раз будем рассчитывать на движение этого актива долларов на 20-25 повыше текущих значений. Что касается канадского рынка труда, то сейчас не имеет значения прогнозировать, ожидать какие-то цифры, поскольку на моей памяти прогнозные уровни большинства экспертов по канадскому рынку труда вообще не попадают в цель с реальными цифрами. Просто если положиться на отчеты промышленного сектора, сферу слуха, на динамику потребительской активности, ну, логично предположить, что рынок труда не должен разочаровать. Если сегодня действительно мы увидим хорошие цифры по канадскому рынку труда, то пара доллар-канадец, которая сейчас котируется на отметке 1.24.55, снова отправится на тест уровня 1.24. Что касается Non-Farm Perils, их нужно также соотнести еще с динамикой индекса американского доллара, который сейчас находится на уровне 94.30. Напоминаю, друзья, то, что трейдеры-инвесторы по-прежнему отходят от решения американского регулятора. Ставка осталась прежней в диапазоне 0.025%. ФРС также анонсировал начало сокращения программы количественного смягчения на 15 миллиардов долларов месяц с конца этого месяца. Но основной фокус внимания был смещен на перспективу повышения процентной ставки. И ФРС абсолютно четко, однозначно сказал, что не станет торопиться с повышением процентной ставки, поскольку считает рост инфляции так же, как и месяц назад, и два месяца назад, исключительно временным явлением, потому что этот рост вызван временными факторами. Все те, кто хотел активно скупать доллар, рассчитывали на то, что американский центральный банк, центральный, возьмем в кавычки, изменит эту риторику и признает то, что тенденция роста инфляции оказалась более устойчивой. Но этого не произошло. Поэтому в целом итоги были восприняты как мягкие, а не жесткие. Если ФРС не считает инфляцию серьезной угрозой для экономики, значит он не будет повышать процентную ставку, чтобы остановить эту инфляцию. Зачем это делать, когда индекс потребительских цен и так скоро сойдет на нет, динамика роста и начнет стабилизироваться в районе 2%, потому что сойдут на нет вот эти временные факторы, которые его разгоняют. Главное для американского регулятора сейчас сфокусироваться на рынке труда, который очень сильно отстает от показателей 2019 года. В американской экономике сейчас на 5 миллионов рабочих мест меньше, чем было. И сегодняшний отчет Non-Farm Perils поможет нам разобраться в том, насколько был успешным октябрь для данного сектора американской экономики. Если цифры изочаруют, я думаю, что такой сценарий весьма вероятен и для меня он самый предпочтительный. Я прогнозирую, что цифры будут плохими. Сегодня индекс доллара завершит день основу ниже 94 пунктов, что, кстати, будет дополнительной поддержкой для рынка драгоценных металлов. Американский фондовый рынок очередной исторический максимум. Друзья, и мы фактически в 25 пунктах от нашей цели на отметке 4,700. Если мы сегодня добираемся до нее, спокойно закрывайте позиции, отдохнем от американского фондового рынка, который и так принесся очень хорошую прибыль. Сезон отчетов, этим все сказано, оказывает значительную поддержку фондовикам. 420 компаний уже отчитались и прибыли корпоративного сектора за третий квартал превзошли. Прибыль сектора за аналогичный период прошлого года на 43%. Друзья, посмотрите, эти цифры, ну, они фактически являются рекордами в плане каких-то положительных и позитивных изменений. Ничто не портит настроение инвесторам сейчас. Могло бы испортить, если бы ФРС сказал, что повысит процентную ставку раньше, чем ожидалось. Но этого не произошло, поэтому все продолжают покупать американский фондовый рынок. И пару слов, собственно, про Brent. 81.12 сейчас котировки. High по факту решения, вчерашнего решения ОПЕК, составил 84.47. Как мы и ожидали, страны ОПЕК не стали принимать решения о дополнительном росте нефтедобычи и фактически не прогнулись под давлением Китая, США, Японии, Южной Кореи и Индии. Соответственно, уровень добычи, который сейчас остается актуальным, не покрывает спрос, который имеет место быть со стороны мировой экономики. Не обращаем внимания на локальную реакцию. В целом, тенденция остается бычи. Возможно, распродажи нефти стали следствием анонса США о том, что они будут продавать свои стратегические резервы. Но вот Goldman Sachs сразу же сообщили о том, что не стоит на этом продавать нефть, потому что эффект продажи стратегических резервов США будет непродолжительным, быстро сойдет на нет. Рынок нефти очень быстро наверстает прежние уровни и снова будет претендовать на движение выше отметки 85, ближе к 90 долларам за баррель. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошего вам закрытия недели, хороших выходных. Увидимся в понедельник. Всем пока.